Многие купеческие особняки долгие годы хранили тайны своих бывших владельцев. Это можно сказать и об усадьбе Каменских, которая расположилась на Верхневорской набережной в доме номер 11. В 1912 году крупные пароходовладельцы Ольга Ивановна и Фёдор Михайлович Каменские объявили конкурс на проект нового дома. Победу одержал столичный архитектор Борис Андреевич Коршунов. Хозяева были так довольны проектом, что вручили архитектору портсигар с массивной серебряной пластиной, на которой был изображен будущий особняк и сделана надпись нашему устроителю, художнику Борису Андреевичу Коршунову Ольга и Фёдор Каменский. Нижний Новгород, 1913. Этот изящный особняк возводился с большой любовью. Фасад дома обращен к Волге, а сам дом примечателен тем, что не слишком вписывается в архитектуру русского барокко, которая часто свойственна зданиям города. Он переносит нас в Италию, поскольку является прекрасным образцом итальянских вилл эпохи Возрождения. Архитектор планировал еще установить скульптуры по обеим сторонам зданий, но прекрасная задумка не была реализована. Наверное, это время для дома было самым счастливым. Красота, роскошь, постоянная поддержка чистоты и порядка. Каменские продолжали пополнять семейную коллекцию художественных ценностей, начало которой положил еще отец владельца дома, Михаил Федорович Каменский. В свое время он был членом комитета по управлению Нижегородским городским художественным и историческим музеем. Каменские прекрасно осознавали ценность своей коллекции и собирались составить ее описание и фотокартотеку. Федор и Ольга были известными нижегородскими меценатами. Так, в 1908 году они подарили художественному музею 4 картины, написанные маслом. Кроме того, они участвовали в организации Дней Белого Цветка для сбора средств в борьбу с туберкулезом. Во время Первой мировой войны Ольга шила для раненых, трудилась с сестрой милосердия в одном из нижегородских госпиталей. В 1910-х годах дела Каменских пошли совсем плохо, так как появилось много конкурентов. Накопленные проблемы привели к разладу супругов. Федор был погружен в попытки улучшить финансовое состояние, а Ольга не могла вести широкую благотворительную деятельность. Но появление в семье сына Алексея наладило отношения между супругами. Жизнь размеренно текла в стенах особняка. Собирались гости, звучала музыка, на террасе пили чай и вели разговоры, пока в один момент не пришлось все бросить. С приходом советской власти у семьи начались судебные тяжбы с правительством. В марте 1918 года предприятие Каменских было национализировано, а Федор Михайлович был арестован ЧК под предлогом невыплаты 100-тысячного налога. Однако после ходатайств и многочисленных прошений жены был освобожден. В октябре 1918 года в поисках спокойствия и стабильности семья Каменских уезжает жить в коротственном Москву. И, как оказалось, навсегда. Несмотря на все перипетии своей судьбы, семья не теряла надежды на возвращение в Нижний Новгород. Грустно и в чем-то даже трагично, что такой прекрасный дом, жемчужина города не принос счастья семье, которая дала ему жизнь и так любила. Кажется, он отвергал каждого, кто пытался проникнуть в его тайну. Недаром в городе его так и называют «нехороший дом». Долгие годы здание усадьбы использовалось разными фирмами и организациями. С 1944 года по 1973 здесь располагался Институт химии Горьковского университета. И вот в 1973 году пожарная инспекция потребовала заменить старую дубовую лестницу на новую, несгораемую. Рабочий, который трудился в доме, разбил стену и гахнул. За кирпичной кладкой были надежно спрятаны сокровища. Посуда и скульптура из фарфора, столовое серебро, старинные канделябры и подсвечники, альбомы, картины, ордена. 626 предметов декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков, завернутых в газеты 1917 года. Были найдены даже дневники и записки Камецких. Так сломалась еще одна человеческая жизнь. Все дело в том, что для рабочего, обнаружившего тайник, находка обернулась трагедией. Спасаясь бегством, хозяева, оставив посуду и все лишнее, украшения, тем не менее, увезли с собой. Доказать, что драгоценностей в коробках с логотипами Карла Фетберже не было, рабочий не смог. Суд признал его виновным в краже, ему дали срок и сослали в лагеря. О том, что дом проклят, и прокляли его сами бывшие владельцы, чтобы никто не завладел спрятанными сокровищами, молва ходит не одно десятилетие. Поговаривают, что часто вечерами у дома можно увидеть таинственные тени, блики света в окнах, услышать шум, голоса, музыку в старом заброшенном особняке. Будто хозяева так и не смогли оставить его, забыть о тех прекрасных временах. Их души остались верны этим древним стенам. Сегодня найденный клад хранится в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok